Уход за кожей, конечно же, зависит от сезона. Зимой мы защищаемся от ветра и мороза, в это время важно кожу хорошо питать. Весна и осень – переходные периоды, у них свои особенности. А вот летом, прежде всего, мы должны защищаться от солнца, хорошо кожу очищать и увлажнять. Впрочем, это касается, что касается ежедневного самостоятельного ухода. Мы уже вам расскажем о профессиональных косметологических процедурах в летний период. В студии у нас Татьяна Спарыхина, кандидат медицинских наук, главный врач клиники красоты медиа, Татьяна Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот он, долгожданное лето, оно уже здесь, оно уже с нами, но со всеми радостями есть и моменты сложные, с которыми мы, собственно, будем, от которых будем защищаться и даже, может быть, бороться. Итак, о процедурах. Да, конечно, лето – это особое испытание для нашей кожи, и это нужно учитывать и быть готовым встретить это испытание достойно и потом реабилитироваться после усиленной солнечной инсоляции. В этот период мы предлагаем щадящие процедуры, которые не направлены с какой-то агрессией на кожу, потому что здесь и так достаточно агрессии со стороны солнечных лучей, в частности. Поэтому все, процедуры все мягкие и комфортные, направлены в первую очередь на качество кожи. Здесь нам на помощь приходит нежнейший микс-лазер, который представляет собой определенную длину волны и позволяет нам работать прицельно, не освещая всю поверхность сразу. Это очень экологично для кожи, а именно точечно, там, где лучик распространяется, лазера. У него особенность в том, что он направлен строго на мишень, на какие-то сосудики, на какой-то пигмент. Перед процедурой мы рекомендуем немножко почистить кожу, в частности, вот легкий алмазный пельм, не агрессивный, чтобы убрать мертвые клеточки и повысить эффективность лазерной процедуры. Вот в этом пятнышке, который мы видим, много-много мелких нежных лучиков. И туда, куда попадает этот лучик, рассеивается пигмент, рассеиваются сосуды, рассеивается такой старый возрастной коллаген, и кожа становится более светлой, более ровной, стимулируется синтез вибробластов и образование там гиалуронной кислоты. Она притягивает водичку и повышает гидроресурс ткани. Вот здесь мы видели на видео процедуру, которая проходит не только у женщин, но и у мужчин. Для мужчин тоже эта процедура очень комфортна, она им нравится, потому что это без боли, без каких-то последствий, без синяков, без реабилитации. И очень важно здесь, когда пациент приходит, помнить, что если мы только лицу уделяем внимание, то потом будет видна разница между лицом и шеей. И в этом случае мы всегда говорим, что если мы работаем с лицом, не забывайте про шеи и декольты, иначе потом будет видна разница. Там, где кожа не обрабатывается, она более грубая, пигментированная, пронизана сосудами. Вот такой мы результат хороший видим после курса. Здесь мужчина у нас. Да, это мужчина. После курса процедур, когда уходит пигментация, как мы видим, и уменьшаются, исчезают мелкие морщинки, глубокие становятся, такие более плавные, более нежные. Вот, и кроме того, рассеиваются тоже сосуды. То есть это очень показано при куперозе. А дальневосточная, у дальневосточников купероз встречается более чем 90%, и очень активно с ним нужно работать именно в жаркое время. Это, видимо, связано с нашим климатом, с резкими переменами. Сосуды не выдерживают, и вот расширяются такие вот, появляются такие ниточки сосудистые. Мы рекомендуем перед отпуском, если вы куда-то собираетесь на активное солнце, к берегу, к побережью, проделать хотя бы одну-две процедуры биоревитализации, чтобы насытить кожу гиалуронной кислотой, влагой, и она хорошо встраивается в курс микс-лазера, потому что микс-лазер делается один раз в месяц, а между этими процедурами делается как раз биоревитализация. Гиалуронная кислота притягивает водичку, одна молекула гиалуронной кислоты притягивает 500 молекул воды, и это создает хороший тоже гидроресурс в тканях. Приблизительно процедура делается раз в три-четыре недели, то есть если один-два раза до отпуска, один-два раза после отпуска, то это позволит сохранить кожу в хорошем состоянии. Вот такой результат мы видим по показаниям. Сейчас биоревитализации очень много, и доктор перед процедурой смотрит, что больше звучит, какая проблема, что больше беспокоит пациента, чтобы правильно выбрать препарат. Не значит, что всем одно и то же. Именно вот так, селективно, целенаправленно. Если все-таки беспокоят пропорции, подвисание в области нижней трети лица, то здесь тоже достаточно комфортная, неинвазивная процедура. Это обработка фокусированным ультразвуком. Здесь мы тоже смотрим, что больше преобладает у пациента, какая проблема. Если это отложение в области подбородка и подчелюстной области, то это работа одними картриджами, направленной на уплотнение подкожно-жировой клетчатки. Если это тонус кожи, избыток кожи, то это работа поверхностными картриджами для сокращения площади кожи и для ее тонизации. Что важно, то, что пациент видит результат сразу, и это очень вдохновляет, как правило, и пациентов, и доктора. Кроме того, результат будет еще нарастать в течение полутора-двух месяцев со стороны подкожной клетчатки и до полугода со стороны глубоких структур, в частности, с массой. После этой процедуры показана обработка лица ботулиным препаратом и филлерами. Есть ли показания? Обычно пациенты спрашивают, что в начале, что потом. Лучше сначала аппараты, потом инъекции, чтобы они не были в антагонизме друг к другу. Вот такой хороший результат мы видим на пациентке достаточно же такой серьезной возрастной группы. Это комплексное воздействие. Это и лазерные процедуры, и смарт-лифтинг, и как раз процедуры ботулинотерапии. Мы видим, как открылись глазки. Уменьшилось вот это нависание в области верхних век, овал, посветлело кожа, в целом. Ну и пациентка просто счастлива, и мы счастливы вместе с ней. Кроме того, вот эта вот область межбровья, до и после обработки вверху, активность межбровных мышц очень выражена. Если мимика такая повышена, если специфика профессии, учителя, врачи, руководители, когда вот эта вот область очень напряжена. И после обработки мы видим, как машинка расправляется. Кроме того, повышенная влажность, повышенная инсоляция, это все повышает активность парасимпатической нервной системы и усиливает отделение, потоотделение. В этом случае обрабатываются места с повышенной потливостью. Как правило, это подмышечная область, это область ладони, это стопы. Но бывает, что локально повышена активность парасимпатических вот желез в области лба, в области щек, подбородка, в области шеи, даже декольте, в области молочных желез у женщин. Перед процедурой проводится проба минора. Это ее докрахмальная проба, которая позволяет нам увидеть, где идет максимальная секреция в потовых железах и таким образом составить правильный план процедуры и правильно перераспределить сам препарат, чтобы эффект был максимально эффективным. Когда пациент чувствует результат, уже буквально через несколько дней, через 2-3-4 дня он отмечает улучшение, которое потом нарастает и держится практически до 8-9 месяцев. То есть это можно делать даже раз в год, раз в полгода, да? Да, раз в год. Раз в полгода. И это, как правило, на жаркий сезон вполне хватает одной обработки, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы не было этих мокрых кругов. Да, вот мы сейчас, видимо, обрабатывают ладонь, и действительно, вот вы часто приводите, например, Татьяна Дмитриевна, что и музыканты, и мужчины при рукопожатии, и вот люди даже, кто там много пишет, и даже студенты, вот сейчас школьники сдают экзамен. Может быть, для школьников это рановатая процедура, но тем не менее, в принципе, есть такая возможность, да. Тем не менее, родители приводят мальчиков и девочек. Кроме того, уже следующим этапом идут процедуры локальные, локальной коррекции. То есть, когда мы общего провели, как бы, коррекцию, локальной коррекции, в частности, вот часто жалобы на темные круги под глазами, на мешочки под глазами, на опущение нижних век, и в этом случае нас выручает РФ-конюля, РФ-иголочка, РФ-конюля, которая позволяет обрабатывать нам кожу не только с поверхности, но и изнутри. Таким образом, повышается тонус кожи, сокращается коллаген в этой области, она становится плотнее, темные круги менее выражены, и РФ-волны не обладают диполитическим действием. Вот, как мы видим на фотографиях, вверху это до процедур, внизу это после процедур, насколько сокращается высота нижнего века, то есть подтягивается нижнее веко, и уходят вот эти вот жировые мешочки. И сразу вгляд такой становится более молодым, более красивым, сияющим. Конечно, пациентам этот результат очень нравится. Если есть необходимость прям сократить кожную лоскут, прям протонизировать хорошо дряблую, может быть, со сниженным тонусом кожи, в этом случае нас выручает микроэготчатый РФ. Это пакет таких импульсов, которые исходят из иголочек в виде электродов и электроды в виде иголочек. И идет прокол, потом импульс и обработка таким образом того канальчика, который сформировался в результате прокола. Вот эта насадочка, она снабжена, она может быть разная, там может быть количество иголочек до 80 таких микроэголочек. И это дает очень хороший выраженный лифтинговый эффект и хорошо убирает глубокие складки, такие застарелые, которые как вот овраг прорезывают, да, область лба, там, межброви. Вчера вот как раз была пациентка, которая, у которой был очень хороший эффект именно после на этих складках. Она преподаватель и в область межброви всегда звучала и вот очень красивый результат. Вот здесь мы видим до и после, вот после процедуры личико вот такое прямо вот, вы знаете, как яичко, можно даже так сказать. Настолько кожа меняется и, конечно, это вдохновляет. Не нужно забывать, что лето – это время открытых платьев, и в этом случае радиоволновой лифтинг используется и для обработки больших площадей. В частности, вот здесь представлена внутренняя поверхность плеча, это может быть внутренняя поверхность бедер, то есть те области, которые достаточно трудно поддаются коррекции, в том числе в фитнес-залах, но здесь уже после первых процедур мы видим хороший лифтинговый эффект. То есть это прям влияние на тело, да, на форму тела. Это идет и сокращение кожи, и уменьшение жировых отложений в этой области, что позволяет сократить кожный лоскут и избежать провисания, потому что, когда человек худеет, кожа иногда провисает, и вот здесь вот как раз мы этого избегаем, потому что параллельно идет тонизация и сокращение кожи. То же самое здесь вот очень хорошо видно в области живота, в околопопочной области. Это когда мы на пляже, когда открыты купальники, и тоже хочется, чтобы там все было хорошо. Да, да, да. Ну и тоже у нас процедура для тела, да? Классическая зона адипоза, локальных жировых отложений, это вот живот, бедра, ягодицы. В этом случае тоже на помощь приходит и криомоделирование, и процедуры активного такого лимфодренажного массажа, и обработка локальных зон, озоном, который образует универсальным гиполитическим действием, и подтягивает тоже хорошо кожу. Буквально через пару-тройку процедур человек чувствует себя прекрасно, потому что идет насыщение кислородом, нет вот этой депрессии, когда уходят, когда идет расщепление жира, и может быть накопление продуктов распада, человек чувствует себя неважно, вот после озонотерапии такого нет, все легко, вот и достаточно эстетично. Дмитрий Анатольевич, ну давайте напомним, куда обращаться за этими и другими процедурами. Дорогие наши пациенты, приходите к нам в клинику красоты Медест, это город Хабаровск, улица Дзержинского, 21А, корпус 2, у нас удобно охраняемая парковка, очень уютно, приветливый персонал, телефон 306982. У нас в студии была Татьяна Спарыхина, кандидат медицинских нау, главный врач клиники красоты Медест.